Время прямой линии Сегодня вечером все-таки выложу в телеграм-канале Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь Ну, для всех присутствующих Кстати говоря, даже для этих бандерлогов Которые собрались в гостином дворе Наверное, такой исход был бы наилучшим Потому что, ну да, они попали на эту ежегодную беседу СКА, ну и они тоже будут гарантированно несчастны И в моих словах нет ни натяжки, ни злорадства Даже мне, я вам могу сказать Уже просто интересно А за что этой России столько ужаса? Почему с кратеньким перерывом на пару поколений Все повторяется? Ведь вся ее история сделана только из горя Из нищеты и унижений И в этом ей нет ни одной страны, равной в мире Все создано из горя, позора, страданий Я понимаю, что горе – это основной И единственный строительный материал Национального величия России Вот именно из кирпичиков позора и несчастья Смертей и отчаяния Была воздвигнута когда-то истинная Кошмарная история страны А не та сладенькая декорация С Александрами Невскими Которые намалевало вечное племя Мединских Но Путин много обещал Но обещание в России – это самая простая Самая распространенная форма жульничества Самая легкая – обманывать русских Одно удовольствие – это легкость Ни с чем не сравнимая И Путин сегодня это великолепно продемонстрировал Да, ну вот действительно В какой век ни заглянешь Россия – чистая фабрика несчастья И 21 век, ну уж простите Не стал исключением Все получили по полной программе Несмотря на тысячу предупреждений Потому что ведь все Так называемые заметные Большие люди Своими смертями Своими ссылками Своими эмиграциями Пытками Утоплениями и удавлениями Сигнализировали нам из прошлого Что это страна, в которой жить нельзя Единственным залогом выживаемости в России Является такое халуйство Рабский менталитет И всякое отсутствие чувства Собственного достоинства Это не касается простых людей Я говорю только о людях Заметных для медиа Или для историков Для людей, которые Каким-то образом Своими накоплениями Своим именем Своими возможностями Получили Получили Некоторую свободу маневра Мы говорим Для Мы говорим О тех, кто Отвечает, скажем так Совершенно по Иному Ранжиру Нежели люди Так называемые Простые Ну, разумеется Патриоты Эту простую линию Оценивают иначе Ну вот Догин Дома Проханов Прилепин Все это как Фонтан Беладжо В Лас-Вегасе Они Пускают Раскаленные струи Парящиеся То есть Патриоты Писывают кипятком От счастья Потому что Путин им подтвердил Что война будет продолжаться И что смерть Будет управлять Жизнью Ну, между прочим Путин намекнул На свою мечту Уничтожить Под корень Одессу Он Анонсировал Что он И ее будет Пытаться Захватить И возвратить Ну, а все города О которых Путин Говорил Как о русских Все эти города Уничтожены Сожжены Снесены И их жители Преимущественно Убиты И размолоты Вместе с бетонным Мусором Ну, человеческая История Вообще Очень порочная Кровавая И неприятная Штука Да Да, бывает Не все И не у всех Все гладко Да, происходят войны Да, происходят События Ну, помилуйте Уколы Электрошоковая Терапия Хирургические Операции Это Ну, в общем Неизбежные И всегда Неаппетитные Действия Да Так бывает И так бывает У всех стран Но одно дело Когда хирургические Операции Делают хирурги И специалисты Когда уколы Ставят Профессиональные Медсестры На основании Профессиональных Данных И точной Диагностики И совершенно другое Дело Когда берут В руки Скальпели И шприцы Умалишенные Захватившие Власть В больнице Пациенты Психиатрических Отделений Криво Натсепившие Халаты И шапочки Вот Украинская Война И путинское Правление Это как раз Именно Тот Самый Случай Спиногрыз Проклятый С дороги Субтитры сделал DimaTorzok